Здравствуйте, уважаемые господа! У нас важнейшие, серьезнейшие события произошли в российских железных дорогах масса отставок. В первую очередь мы говорим об отставках Атькова, решительного графа Бобришова. Бобришов уже месяц как ушел. Атьков отвечал в основном за медицинские институации, за разговоры участия. Это означает, что сеть будут перемены и, скорее всего, сокращения. Графт в поступке была техническим бухгалтером, которая отвечала перед финансовым компактаментом за все свои действия, за снижение балансов и политических ситуаций не решала. Важнейшим из фамилий в данном списке является решетников. Если править корпоративную ситуацию, точнее, как в любой корпорации, серьезной, то решетников должен был быть вторым лицом после президента компании. Однако, в силу следующего, в котором мы еще отбишем ситуации, первым лицом был, по сути, господин Морозов. Решетник, кто займет его место, тот, по сути, и станет первым лицом после президента. Причина здесь очень простая. Это отставка Морозова, который, по сути, все последние 10 лет вел всю производственную индустриальную и инспечерскую деятельность в системе РЖД. Ситуация с отставкой Морозова пока до конца не ясна. Естественно, и совершенно непонятно, кто был из него сменщиков. Однако, причины очень простые. В первую очередь, то, что все властные рычаги, большинство руководителей дорог и прочее, это приводят подчерленные Морозову люди, лично ли, корпоративно ли, финансово ли. Тем не менее, все завязаны в индустрии. Поэтому причиной его отставки, очевидно, без ухода Морозова, господина Морозова, было бы невозможно сконцентрировать всю власть в своих руках и начать преобразование. Кто заменит? Скорее всего, никто. Потому что здесь причина очень простая. Еще раз повторим, концентрация власти господина Морозова в руках была такова, что сегодня мы смогут заменить 2-3 человека. Всем известно, что Морозов проводил большую часть светового и ночного времени внутри здания РЖД, либо в командировках, отдыхал больше недели в году. И, по сути, и в 3 часа ночи, и в 5 часов утра мог звонить своим подчиненным, всегда был на месте, всегда проводил селекторы на дальневосточной дороге, пересчет где-то. Он, по сути, безусловно находился на новой посланной дом-классовой кабинете. Какие последствия у нас ожидают? В первую очередь, это смена как минимум половины руководителей дорог в течение предыдущего полу года. Второе, это, скорее всего, смена одного из руководителей регионального трансконтейнера, Дмитрия Морозова, которого, собственно говоря, господин Баскаков ждал, когда сменить, ждал только ухода господина Морозова. Ситуация, на самом деле, такая, что как можно быстрее требуется назначение на место Морозова именно диспетчерского и технологического человека. Возможно, вероятнее всего, первое время их обязанности будет исполнять Салман Бабаев, однако перспектива его назначения на пост первого из президента на наш взгляд достаточно туманна. И еще одна отставка, о которой сегодня сообщают, это господин Невдокименко из первой собиральной грузовой компании, в первой, второй грузовой. И на сегодняшний день причина совершенно очевидна. Господин Невдокименко так и не смог стать менеджером, но перестал бы при этом политиком, каким он был до назначения СУГК. И он проиграл бой с СТО, который он вел за свои вагоны. Вагоны не приносили прибыль лица СТО Невдокименко. Ситуация, на самом деле, достаточно печальная. Компания, по сути, закончилась год с убытками. И она из немногих компаний, которые реально находятся в управленческом кредитике. Вероятность назначения на его место господина Тайчера из «Инпиатранса» реально не очень высока. Я подумал, что сегодня Тайчер работает на том месте, где ему принадлежат определенное количество акций. И где он управляет своим, по сути, предприятием. СУГК является федеральной собственностью, собственность ЛРЖД. И, по сути, на сегодняшний день эта компания несет на себе такую печать старой советской системы. И она очень слабо управляет. Вот такие перемены случились. Как быстро у нас являются новые фамилии? Посмотрим, увидим. Будем. Будем.